А вот семья из Луганской области намерена через суд добиться именно статуса беженцев, так как миграционная служба им в этом отказала. Случай беспрецедентный. Жители города Северодонецк в Сыктывкар приехали еще в августе в надежде обосноваться надолго. Но получится ли, будет известно лишь в ноябре, если граждане Украины сумеют доказать по российским законам, что на родине могут стать жертвы преследований. Илья Накононова будет следить за процессом. Алексей Ляшенко с супругой Наташей и двумя маленькими сыновьями приехали в Сыктывкар, спасаясь от войны. Говорят, оставаться на родине больше не могли. В первую очередь из-за детей. Маленький Радемир до сих пор сдрагивает при громких звуках. Мы выезжали с города под звуки канонады и проезжали блокпосты, где стояло ополчение. Мы не знали в этот момент, когда мы будем проезжать, будут ли они обстреливаться или нет. Мы только выехали за пределы города, приехали в деревню, это Луганский област, Ватаский район, село Первомайское. И на следующий день украинские войска начали штурмовать город Северодонецк. Семьи Ляшенко отлично понимают, назад дороги у них нет. В родном городе, где засела украинская армия, их ждут репрессии. В Коми супруги ехали с твердым намерением остаться и просить статус беженцев. Даже заглянули в российское законодательство, чтобы убедиться, они соответствуют требованиям. Однако миграционная служба Коми отказалась признать семью беженцами. Мне сразу говорят, что вы на статус беженцев даже не надеетесь, потому как у вас в Украине не объявили военное положение, поэтому нет. А мне было до этого времени прочитать, к какому мы статусу принадлежим, прежде чем туда обращаться. И там были совсем другие, то есть беженец тот, который бежит от политических каких-то гонений, либо религиозных. Ну и вот такого, когда он не может обратиться за помощью к своим властям, вот тогда он и вынуждает его просто отсюда убегать. Конечно, семья может получить статус временного убежища. Его дают без особых проблем, но беженцам полагается больше льгот, поэтому супруги будут настаивать именно на этом статусе. Они уже обратились в суд и теперь штудируют законы. Если лицо покинуло государство своей гражданской принадлежности, не по обстоятельствам, предусмотренным под пунктом 1.1.1 настоящего федерального закона, не желает возвращаться в государство своей гражданской принадлежности из опасения понести в соответствии с законодательством данного государства наказание за незаконный выезд за пределы его территории, либо за совершенное в нем иное правонарушение. В Коми это уже второй случай, когда бежавшие от войны жители Украины через суд пытаются получить статус беженцев. Впрочем, в первый раз заявление было отозвано. Супруги Ляшенко намерены идти до конца. Заседание суда по их иску назначено на 7 ноября.